Давным-давно в далёкой-далёкой галактике шли звёздные войны, и мы с вами поучаствуем в них на стороне доблестной империи. Привет! У микрофона воевода, заводской номер KT7567, мне захотелось вспомнить олдскульные игры, которые я проходил в детстве. И первая из них это Star Wars Empire War, простите за мой французский. Я из тех людей, кто никогда не сочувствовал повстанцам, поэтому играть будем за Империю на самом высоком уровне сложности. Да прибудет со мной сила и ваши лайки и подписки для продвижения видео. Молодой и полный сил Дарт Вейдер отправляется на планету Тайфера. Там его ожидает личное поручение Императора найти и поймать шпиона, предателя Империи, который помогает повстанцам. Для такого серьезного задания в гнездовье врага нам выдали совершенно слабые силы. Четыре взвода необученной пехторы и восемь шагоходов AT-ST. И с этим отрядом его угловатое темнейшество будет защищать повстанцев на планете. Ага, а вот и наши первые враги. Интуиция подсказывает, что не стоит отправлять новобранцев на битву с этими кровавыми мясниками. Шагоходы расчистят нам дорогу, отправляйтесь в бой. Но сопротивление оказалось настолько несгибаемым подшквальным огнем, что у нашей техники загорелись задние приводы. Мы получили важный урок. Ни на кого нельзя полагаться, кроме Дарта Вейдера. Одним своим велением мысли он уничтожает танки на своем пути, а мановением руки укладывает на вечный сон любые отряды врага. Очень мило, что повстанцы помнят Энакина Скайуокера и не пытаются нанести ему вред, стреляя исключительно в меч. Но хватит этих детских игр. Мы обнаружили базу повстанцев и пора нанести серьезный удар. Все наши отряды должны действовать скоординированно и вспахивать землю снарядами, чтобы не мешать Дарту Вейдеру воевать. А пока в деревне дыроков армия осваивает целину, наш самозабвенный протагонист отправляется в путешествие. Наши враги находятся под куполом, как в одноименном романе Стивена Кинга. Мы спасем их, сломав огромную батарею, а затем убьем. Командование на орбите сжалилось над нами и прислало подкрепление. Еще два взвода пехоты и таймолоты, или по-нашему трактора-смертники. Новоприбывшие штурмовики оказались не готовы к ужасам войны. Я бы, посмотрев девятую часть Звездных войн, чувствовал себя точно так же. Планета захвачена, повстанцы уничтожены, пора бы праздновать победу, но задание Императора не выполнено. И тут полетели головы командования, но не себя же винить за этот провал. На карте Галактики ситуация начинает проясняться. Мы находимся во время жесточайшего кризиса в Империи. Под нашим контролем лишь несколько планет. Корусант, Анаксис, Абригаду Рая. А все остальное находится либо в руках повстанцев, либо совершенно нелояльно к Империи. Шаг за шагом мы будем собирать мощное государство, и будем надеяться, что Люк Скайуокер не придет в неожиданный момент. Следующая цель на нашем пути – это песчаная планета Фондер. Повстанцы уничтожили местный гарнизон. Им помогли в этом фримены, туземное население. Они хотят перекрыть поставки меланжи в Империю. Нам надо провести контрнаступление. Если мы хотим спасти хотя бы часть Харвестеров. Но перед этим надо на базе построить защитные турели, медицинскую станцию и прочую инфраструктуру. Ведь Империя должна побеждать за счет своего технологического превосходства. Для победы есть отличная тактика, работающая как часы. Дарт Вейдер идет впереди и принимает на себя главный удар. Он как бы герой, штрафбат и темный, который погибнет первым в одном лице. Для него не страшны даже чертовы ракеты, которые стреляют по нему в упор. А за ним идет остальная армия и зачищает все, что осталось в живых. Нет, 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 только не погибай. Беги. Вспомни Натали Портман. Ты живешь и сражаешься только ради нее. Штурмовики и шагоходы задержали противника, но героически погибли в неравном бою. Время показать таймолотом, на что они способны. Вальгалла. Дави их, дави. А если серьезно, тактика не сработала и надо ее менять. Теперь мы будем работать слаженно, как в настоящей армии. А после захвата нового плацдарма для высадки, у сопротивления не осталось ни единого шанса. Мы победили, потеряв в три раза меньше солдат. И это я напоминаю, на самом высоком уровне сложности. Я бы с удовольствием перевел вам события и диалоги, происходящие в игре. Но все это происходило тысячелетия назад. Язык, используемый здесь, давно утерян и не пригоден к расшифровке. Так или иначе, по знакам и мимике, я понял, что нас заставляют отправить робота-разведчика на эпилептично блистающий Илум. Мы не нашли шпиона на этой холодной и недружелюбной планете. Но тут есть капитан пиратов, который знает, где его найти. Для этого нам нужна помощь известного охотника за головами, Мандалорца Боба Фетта. Не ожидал увидеть в игре 2006 года Стелс Мессию, причем настолько интересную и реалистичную. Оставляя закладки у сенсоров, мы должны уничтожать их поодиночке, чтобы враги не подняли тревогу, и наш имперский флот прибыл незаметно. Наемник справился со своей задачей, и вот они, гордые орлы Империи, бьют по базе пиратов. Я не верю, что это настолько старая игра. Бои в космосе здесь просто великолепны. Просто сравните их с жалким мельтешением. В известной нам игре Стелларис, от маленькой инди-студии, Парадокс Интерактив, капитану пиратов не удалось ускользнуть, его корабль слишком поврежден. Боба Фетт лично доставит этого предателя Императору, и тогда Александр Бластеров лично ответит за свои деяния. На этом месте каждый уважающий себе ютубер сделает большой скачок. Как в Китае 60-х, мы опустим события бесконечных войн с пиратами, захваты бесхозных и мирных планет, и перейдем сразу к войне с восстанием, когда имперская машина уже набрала обороты. Захвачена промышленная и ресурсная база Джинозис, и мы готовы к созданию нашего секретного оружия. Повстанцы об этом знают, потому что Империя затихла и готовит удар. По приказу кровожадной принцессы Леи, они как бешеные без разбору атакуют все Имперские верфи. Нам это на руку, пусть ослабляет свои силы. Мы железным кулаком пройдемся до планеты Мон-Каламари, и захватим там главную судостроительную верфь повстанцев. Вот она. Гордость Имперского флота, Стар-Дестроеры. Они входят в орбитальное пространство Мон-Каламари только с одной целью. Ради победы. Что-то пошло не так. Боевые порядки нарушены, а два крейсера уничтожены. Эти жалкие букашки меня бесят. Они неплохо используют свои ударные звенья для уничтожения наших кораблей поодиночке. Когда победа оказалась в наших руках, повстанцы сделали свой ход. Они до последнего скрывали свои наработки, и вот два крейсера, ничуть не уступающие по мощи Стар-Дестроерам, выходят нам в тыл. И тут мы надорвались. Десять кораблей Треть Имперского флота были потеряны в этом сражении. Нельзя это оставить вот так. Вся экономика Империи была направлена на постройку флотилии Победы. Флотилии отымщения? На этот раз мы готовы к такому неожиданному повороту. Но помилуй нас, Палпатин. Они слишком сильны. Все бейте по одному кораблю, по Орденту. Его боезапасы взорвались. И после декомпрессии он вспыхнул как спичка. Мы еще не вели в бой половину флота, а победа, считайте, в наших руках. Второй крейсер Мон Каламари постигла та же незавидная судьба. Погибший здесь Имперский флот был отомщен. Но повстанцы никак не угомонятся. Тут и там вспыхивают мятежи. Хан Соло, убийца-рецидивист, устраивает подрыв тюрем в Уке на Кошиике. Мы могли бы пригнать малые силы и покончить с мятежом. Но... На всякий случай пригнали танки и САУ, чтобы выжить землю. Если в Уке будет нечего есть, тогда они сразу станут покорными. Наш знакомый Хан Соло не был прозаичен и не стал геройствовать. После пяти ударов артиллерии прямой наводкой и пары легких ран лазерным мечом, он сбегает вместе с Чубакой на Соколе Тысячелетия. Без них сопротивление в Уке тут же было подавлено. Но вот он момент истины, который мы так долго ждали. Оружие уничтожения. Оружие победы Империи. Полковник Максимилиан Вирс представит нам его. Оу, это не великолепная звезда смерти, а какой-то жалкий шагоход. Эйти, эйти. Ну покажите, на что он способен. Пленным пиратам дали вооружение, чтобы они с оружием в руках защищали свою жизнь. Что ж, Эйти, эйти меня впечатлил. Надеюсь, на деле он так же хорош, как и на испытаниях. А то, что он каждые две минуты может рожать от ряд штурмовиков, делает его незаменимой вещью на поле боя. Хотя Дарт Вейдер все же лучше. До него любому имперскому оружию еще далеко. Почти сразу после испытаний, повстанцы узнали о нашем заводе Эйти Эйти на Эридау. Бой прошел просто идеально. Враги использовали тактику леммингов, поэтому были уничтожены одним шагоходом. На орбите этой планеты произошла удивительная встреча. Тот самый предатель Мофф Калласт, передавший чертежи Звезды Смерти Альянсу, оказался именно здесь. До этого он успешно сбегал с поля боя с помощью гиперпрыжка. Но теперь у нас есть корабль, с заряженной магией феечек Винкс. И ему не сбежать. О боже, какой он большой. И просто вырывается к нам в тыл. Так даже лучше. Мы откроем по нему огонь со всех орудий. Мофф Калласт будет пленен и доставлен к Императору. Его величество было просто в ярости. Палпатин не просто казнил Моффа Калласта, а отправился на ближайшую планету, Бутави. Я так и не понял зачем, но видимо выпускает свой стресс на местных жителях. И тут мы подходим к четвертой части фильма, когда Дарт Вейдер захватывает принцессу Органу на орбите планеты Татуин. Дальнейшие печальные события вы знаете. Молодая империя, верящая в технократию Прогресс, была уничтожена Альянсом Сопротивления, которые на самом деле были кликой «Старая аристократия и олигархия». И все это из-за предательства Дарта Вейдера. Аж на сердце тяжело стало. Пиши в комментариях, как тебе новый формат и какую игру ты бы хотел увидеть в следующем выпуске. Отдельное спасибо Степану Захарову и мультистакс ОМГ. Ну а с вами был Воевода, спасибо за поддержку и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!